Кислотность грунтов Кислотность на вашем участке И какими способами Это можно устранить Эту проблему Какими элементами И как это все дело устранить Один ролик мы уже снимали По этой тематике Называется ТТ-18 Кислый грунт, раскисление грунтов Ссылочка будет в описании К этому ролику Но я хочу разъяснить Некоторые моменты Так как я являюсь заведующим Магазине Дача Сатый Огород Как бы я в нем и нахожусь Соответственно Очень много общаюсь с дачниками Также они меня корректируют И повторюсь Этот ролик будет исключительно В рекомендательной форме Давайте в первую очередь О причинах кислотности Мы должны понимать причину Почему этот грунт постоянно закисает Даже если вы раскисляли То есть самые главные причины Закисания ваших Соответственно грунтов Это первое Это выщелачивание Это самая большая причина То есть путем выщелачивания Путем попадания большого количества осадков Весной тает много снегов Талыми снегами То есть вода просто вымывает Щелочь И тем самым делая Более кислый грунт Это первая конечно основная причина Вторая причина Это человек Чаще всего это как раз и есть человек Это возможно излишний полив По рыкам Либо там слеек Но чрезмерно большое количество воды Которая как следствие Вымывает Также выщелачивает И соответственно Так же это постепенно идет процесс Вымывания С верхних слоев И закисания как таковое Еще и одна такая серьезнейшая причина Это чрезмерное увлечение Азотными удобрениями Азотные удобрения это у нас Ну какие? Чаще всего кто у нас дачники Кто использует Мочевину Аммиачную селитру То есть мы сейчас говорим Не только о дачниках И о фермерах Если кто знает Как работает большинство фермеров На постсоветском пространстве То это обычное насилование Грунтов Путем Практически отсутствия внесения органики А все валят Только в основном селитру Да и мочевину Да то есть Особенно при выращивании зерновых Это очень ярко видно Даже комплексные минеральные удобрения Редко кто вносит Обычно только мочевину До селитру И постепенно Чрезмерное внесение азотных удобрений Также очень существенно Закисляет грунты Вот для сравнения За последние лет 10 в Китае Почти на одно деление Практически все Грунты закисли Ну вследствие такой же Агрессивной агротехники С большим применением азотных удобрений Ну мы сейчас говорим В первую очередь о нас Ладно мы там уже разобрались С причинами Теперь одно В этом ролике Кислый грунт Раскисление грунтов Я вам показал прибор Со штырями Которые вставляете в землю И получаете Некие показания Но у этого прибора Есть один большой недостаток То есть Эти штыри Или как электроды Постепенно скисают И уже там через 10-20 проверок Кислотности У вас уже идет серьезная погрешность Поэтому сегодня Мы поговорим О такой вот штучке Это лакмусовая бумажка Она может называться Как угодно Лакмус Не знаю В аптеках В дачных магазинах Продается Сегодня поговорим То что можно купить В обычных дачных магазинах Ну и то что можно купить В обычном Алиэкспрессе С доставкой Прямиком Из наших соседей Китайских Так Что здесь у нас происходит Коробочка Инструкция И Три непосредственно Такие вот бумажечки С лакмусом Видим да То есть Это индикаторные полосочки Здесь есть четкая инструкция Как им пользоваться В двух словах Вы берете Стакан Наливаете туда 50 грамм Чистой воды Бросаете туда 2 чайные ложки Вашего грунта Размешали Подождали там Минут 5 Чтобы основной песок Основной грязь Осела После этого Берете Берете Вашу полосочку Еще раз И достану Сейчас И вот этой вот Частью Где Соответственно Видите да Опускаете там На 2-3 секунды В эту же жидкость Достали ее Подождали Я обычно там Подую Чтобы она быстрее Подсохла И вот сзади У вас есть вот такая Вот табличка Начиная там От 4 И кончая 8 Ну в данной ситуации И вот В зависимости от того Какого цвета Стала ваша Вот эта штучка То есть вы подносите И какого цвета Она стала Значит такая Кислотность Вашего Грунта Соответственно Если вы Можете Сами заказывать Мы занимаемся Разведением Червяков Поэтому нам Тестирование Нужно достаточно часто Если здесь Всего лишь 3 лакмуса То здесь Их сотни 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 Да То есть Здесь их Реально много Полосочку Оторвали Можете и на 2 части Разорвать Также окунули И приложили То есть Здесь даже Более широкий Диапазон От 1 до 14 Теперь вы меня спросите А что дальше делать С этими показаниями Ну что-то я обмакнул Что-то я там Получил Вот вы допустим Получили 4 Ну допустим Допустим Ваша полосочка Стала Цветом Похожим На 4 Может быть На 5 Наверное 5 Чаще всего То есть У нас 7 Это нейтраль Нейтральный грунт 6 слабокислая 5 кислая 4 суперкислая Ну и соответственно Еще ниже Еще кислее А также в обратном направлении 7 нейтраль 8 слабое Щелочное 9 щелочное 10 суперщелочное После этого После этого Я часто слышу от людей Да я же вношу известь Я же ее вношу Почему у меня опять растет хвощ Почему у меня опять растет щавель Почему у нас растет опять же мокрица Я же вносил А вы знаете сколько нужно вносить Чтобы знать Основными раскислителями в данной ситуации У нас является известь Наиболее частый раскислитель Это доломитовая мука Известняковая Если правильно Зола Соответственно Золе В зависимости от источника сожженного То есть если это трава То там до 15% Извести Если это там древесина От 25% до 40% извести Самое большое количество извести В березовой золе Там 40% извести Очень многие вносят также и мел кормовой Хотя вот я управляю магазином Связанным с дачей садогорода Мы как бы не покупаем То есть для животных мы ничего не предлагаем Здесь предлагается для всех видов животных и птиц Но многие для раскисления используют именно мел Мотивируя тем, что он максимально чистый На 98-99% это соответственно карбонат кальция Давайте так Вот мы определились Ну мы подошли Допустим Увидели вот такую красивую надпись Раскислитель Оборачиваем Оборачиваем Так Как следствие Что мы с вами На чем мы с вами остановились У нас допустим Показало 5 Да Нам показало 5 Так Смотрим Есть некие таблицы В которых описано Вот наша кислотность почвы 5 Смотрим Таблица Если у вас субпесчаные Легкоглинистые Ну легкосуглинистые Вам надо 400 граммов на квадратный метр Если у вас средне тяжелые Либо тяжелые грунты То вам нужно 700 граммов То есть это вот килограммы на квадратный метр Видите 0,7 это значит 700 грамм 0,7 килограмма на квадратный метр В нанесении Соответственно это на всем есть Иногда это не таблица Иногда это просто прописью Ну так же написано Просто написано Кислые почвы Там менее 4,5 Еще раз вернусь Вот у вас показало Допустим 4,4 или 4,5 Это 500-600 граммов на квадратный метр Либо 5-6 тонн на гектар По золе По золе точно так же ориентируемся В древесной золе 25-40% извести Поэтому если есть возможность носить золу Вносим ее приблизительно Из расчета 300 до 500 граммов на квадратный метр По мелу По мелу все в основном отталкиваются Примерно от тех же показателей Которые есть у извести То есть если это кислые грунты Соответственно где-то до полукилограмма на квадратный метр Теперь мы подойдем к тому моменту Исключительно рабочим И вот теперь подумайте Когда вы вносите известь в грунт Каким образом вы это делаете? Ну задайте себе этот вопрос Когда вносит это там какой-нибудь совхоз Либо там фермерское объединение Либо просто крупные фермеры У них есть приспособление То есть в виде каких-то прицепов к тракторам У которых есть разбрасыватель Который по той дозировке, которую вы отрегулировали Вам разбрасывает Как разбрасывает обычно дачник Либо мелкий То есть имеющий человек небольшой участок Как он обычно это делает? Он просто раскрывает этот пакет Высыпает И начинает бросать руками Вы просто берете горсть там в перчатках Без перчаток кто как делает Начинает бросать Вы сами подумайте Вы же где-то не можете идеально равномерно рукой разбросать Где-то и пучок упадет Где-то такой смачненький пучочек И в этом месте растение наоборот будет плохо расти То есть будет так называемое кальционирование почвы Поэтому мы рекомендуем в данной ситуации Вот если вы прочли здесь Давай еще раз покажем На каждом раскислителе Вот у меня вот так раскислитель На каждом раскислителе Сзади есть табличка Если вы прочли у вас 5 И вам нужно внести 400 граммов То мы рекомендуем со своей стороны Внесение половинной нормы То есть не 400 грамм А 200 граммов в этом году Потом, впоследствии Спустя полгода-год Вы еще раз проверяете кислотность Вот за что мне немножко иногда раздражает Раздражает Усреднение мысли всех производителей Усреднение Вот здесь вот смотрите Еще раз повторюсь Вот здесь прописано кислотность 5 Вам нужно внести 400 грамм А когда вы внесете 400 грамм Какая кислотность получится? То есть вы же знаете Что допустим Каждому растению Ну или условным группам Нужна разная кислотность Вот допустим Картофелю, томатам То есть картофель Наверное томат не совсем подходит Картофель, перцы, баклажаны Если мы говорим о посленых Им нравится слабокисло Где-то в районе 6 пиаш Там томатам уже 5,5 Там если мы говорим О каких-то ягодах Там как по типу голубейки Там возможно там калилку Им нравится вообще кислые Там грунты И вот задайте себе вопрос Что они написали? Вы должны насыпать 400 грамм Я не конкретно за этого производителя А за всех этих производителей Которые производят Они относятся К земледельцам Ну как к чему-то усредненному Знаешь Ну как бы недалекому что ли Ну вот Ну я в принципе Я их иногда понимаю Потому что когда Общаюсь я каждый день С людьми Которые приходят в наш магазин Когда начинаешь рассказывать Слишком сложно То человек Обычно вообще не хочет покупать Это что-то слишком сложное И уходит Вот давайте я вам пример наведу Вы приходите в магазин И я вам говорю Если вы садите Если вы садите картофель То вы должны насыпать Раскислителя Примерно там 300 граммов на квадратный метр А вот если вы посадите На этом месте томаты То 200 граммов на квадратный метр А если вы посадите там Какую-нибудь ягоду То 100 граммов на квадратный метр Человек начинает путаться Он же же Обычно Обычно дачники Имеют обычную там Какую-то основную работу И не хотят относиться То есть Или нет времени Или не очень хотят Относиться к этому Настолько серьезно И разворачиваются Сложно Слишком сложно Раз все ушли Возможно поэтому Усредняют производители То есть Для того чтобы это было Соответственно Последовательное движение Сказала 400 грамм на квадрат Сыпь И уже И будет тебе счастье Возможно они правы Но все-таки Это напрягает Потому что Очень многие люди Хотят все-таки понимать Для каких культур Нужны хорошие Ну то есть Тайменная кислотность И очень часто приходит Даже буквально Перед снятием этого ролика Ко мне подошла Один из наших Постоянных клиентов Женщина И говорит мне Андрей У меня растут огурцы Они хорошо растут Дай мне что-нибудь Такую Чтоб они Поперли Поперли Вот у меня есть Коровяк Там уже заброшенный Я ей посоветовал Вот так и так и так То есть добавьте туда Кусочек медной проволоки Добавьте туда Оцинкованного железа В этот коровяк Маленький кусочек Добавьте туда гвозди Мы к этому вернемся И вы увидите Как это все Ваше Запышет здоровьем Так Вернемся к нашим Кислотностям Наших грунтов Зачастую Прописывается Во всех Во всех Литературах О том Что Известкование Нужно производить Раз в 5-6 лет Опять же Все усреднили Мы заметили Когда вносишь Большое количество Органических удобрений Хороших органических удобрений То Почва практически Не закисляется То есть И происходит Так называемая Саморегуляция кислотности И У вас мало будет Вредителей То есть Когда вы вносите Большое количество Органики Хорошие Которые Сама по себе Не закисляет То есть Вы знаете Что Когда у вас Будет нейтральная среда У вас и проволочники Уйдут к соседям Они не умрут Они Просто Этим вредителям Нравятся Более кислые Грунты И Одно из наших Основных Рекомендаций Это не только Раскисление Путем Там Известкования А Раскисление Путем Еще и Внесения Тех Органических Удобрений Которые Которые Имеют Нейтральную Либо Слабощелочную Среду В данной Ситуации Один из эталонов Всех органических Удобрений Является Это Вермикомпост Или Биогумус Его в простонародье Называют То есть Это органика Переработанная Дождевыми Червяками Обычно У нее Кислотность Примерно Либо Нейтральная Это Где-то В районе 7 Либо Даже Слабощелочная В районе 8 Из-за Большого Количества Бактериальной Флоры В большинстве Своем Большое Количество Внесения Хороших Органических Удобрений Постепенно Производят Так называемую Саморегуляцию Кислотности Давайте Я быстренько Сейчас Пробегусь Из того Сценария Который Мы Создавали Перед Нашим роликом Еще маленький акцент Все-таки На золе Давайте Сакцентируем Ваше внимание На золе На золе Мы относимся Не просто Как к раскислителю А как к идеальному Удобрению То есть Не идеальному А хорошему Назовем его Хорошее удобрение С полным Минеральным комплексом Ведь зола Это сожженное Растение То есть В нем Соответственно По извести Как я вам сказал Все зависит От Исходного сырья То есть Если это Травянистое сырье Сожженное В виде травы Кустарников Винограда То есть Там будет Порядком До 15 Максимум 20% Извести Если это Древесное 25-40% Извести А все остальное Это Хороший Минеральный состав До 30% Углекислого калия То есть Самая легко Усвоемая форма Калия До 12% Фосфора Магния 2,5-3% И полный набор Микроэлементов То есть Это сожженное Растение На чем бы я Сакцентировал Внимание По По залу Если брать ее В магазине То есть Такая интересная Еще закономерность На которую я Обратил внимание Заказывая в разных Местах В разных Источниках Вот смотрите Перед нами Два одинаковых Пакета Два одинаковых Пакета И задайтесь вопросом Какую бы вы Залу купили Я вам сейчас покажу Очень интересное Интересное Действо Да На лице Я беру пакет Залы Ставлю на весы Сколько мы видим Примерно 380 граммов Да Убираем Примерно Такой же По размеру Пакет 2 килограмма 200 граммов Если обернуть их Сзади Понятно тут практически Ничего не видно Но это бы такая Серая масса И здесь Серая масса Я отдаю предпочтение Легкой золе Мы каждый год Собираем Очень много золы Имея большой Участок земли Мы каждый год Собираем От тонны До трех тонн Золы Скажите Где можно взять Такое количество золы Я отвечу вам Кто ищет Тут всегда найдет В лесу Всегда есть Плановые вырубки И все ветки Сжигают В каждом саду Идет плановая Обрезка Сада То есть Эти фруктовые сады Любые сады Всегда обрезают И сжигают И текучие Нужно Мы заблаговременно Приезжаем Общаемся с управляющими И соответственно После собираем А периодически Горят там Какие-то стога У фермерских хозяйств Также собираем Ну помимо Соответственно Того Что есть У нас лично Общее резюме Ну лично Мы Отдаем предпочтение Легкое золе Всегда когда я собирал Зола Легкое Почему Эта зола Весит 400 граммов А Такой же размер пакета Весит В 5 раз больше Ну у меня нет Объяснений Возможно это песок Возможно это там Какой-то Не могу сказать Я отдаю предпочтение Легкой золе Как я вам уже говорил Саморегуляция кислотности В почве происходит При большом Внесении Органической массы А если мы Опустимся сюда То один из Идеальных моментов Это конечно же Так же выращивание И сидиратов Любимый мой сидират Люпин Однолетний У него Больше двух метров Стволовой корень Шикарный Сидират Фацелия 80 сантиметров Стволовой корень Также вытягивает Трудно растворимое соединение Из почвы на поверхность Туда Дотягивается корнями Куда другие Не дотягиваются Горчица белая Соответственно Выгоняет Большое количество Обеззараживает Нашу почву И выгоняет Большое количество Вредителей Таких как Проволочника И все на свете И века овес Ну вот это Одни из самых основных То есть где Соответственно В веке овсы Растет зерновая культура По нему плетется Бобовая Как следствие Заделывая Большое количество Органики В почвы Вы обратите внимание Что ваша почва Не только будет Постоянно здоровая Ваши растения Будут очень хорошо расти Вы заметите Что даже если Вы живете в зоне В которой есть Солонование Ну или как-то Солонцевание Как правильное название Вот у меня Рядом с полем Мы выращиваем Постоянно большое количество Сидиратов Вносим большое количество Биогонуса И вот где Заканчивается поле Едет дорога Вдоль поля Там примерно 160-170 метров Дорога идет У нашей поле Черное Как нефть А на дороге Рядышком Идущей Слой Соли Сверху А у нас Нет солнцевания То есть Так же Как солнцевание Как закисление Грунтов Больше органики Обособен Выращивайте больше Сидиратов По возможности Вносите Вносите Больше Вермикомпоста Если Если используете Золу Аккуратно Вносите То есть Не надо думать Что она максимально Безопасна Чтобы не было Сожженных Полиэтиленов Всяческого рода Других Плохих Примесей И Не было Прямого Контакта С корнями А то Кто следит За нашими Сезонами Выращивания Биогумуса На голом песке Посмотрите Зола Это не всегда Есть Хорошо Обособен Если вы хотите Чтобы Ваши растения Всегда Благодарили вас Старицы Чтобы ваши Любимые Растения Очень хорошо Развивались Давали Хорошие Плоды То Еще раз Повторюсь Следите За Кислотностью Грунтов Как Один из Самых Главных Факторов Здоровья Растений С вами Андрей Каченко Оператор Александр Каченко Получать От жизни Больше Удовольствия Здоровья И счастья Наша Судьба До свидания Брат Меня поправил Я сказал Биогумус На голом песке Это Картофель На голом песке Одна из серий Тоже В описании Оставлю Это Эко 34 Восторг Сплеск Эмоций Картофель Биогумус Черви Это Сериал Который Мы Показываем Как Мы Также И Картофель Выращиваем В том числе И Золат Там Задействовано И Биогумус Там Задействован Все Будет Интересно Посмотрите Андрей Каченко Оператор Александр Каченко Здоровья Счастья Наша Судьба До свидания Продолжение следует...